К сожалению, чем ближе возраст, когда от человека пахнет землёй и венками, тем выше вероятность двинуться кукухой. И ещё к большему сожалению, проявления старческого маразма наблюдают не только родственники пенсионеров, живущие с ними под одной крышей, но и окружающие, которым волей-неволей приходится общаться с пациентами. Они вытворяют такое, что просто аут! В общем, запасайся попкорном и готовь живот, сейчас будешь усыкаться от смеха! Добро пожаловать на Телблог Мед! И сегодня мы представляем топ-10 стрэш бабуляк и зитков, часть 2. Десятое место. Чинуша-борцуха. Вроде относительно молодой, ещё нет 60, а уже выжил из ума. Районный глава Хакасии, видимо, словил белочку, замнил себя офигительным борцом и не придумал ничего лучше, как отработать приём на журналисте. Эй! Что он сказал сюда? Алё! Сиди, вонючий! Вы что делаете-то? Не, ну это реально старческий маразм. Под камерой так кучеряво базарит с корреспондентом из Федерального канала, а потом ещё и кинул его на пол. И за что? За неудобный вопрос? Дед, походу, Белины объелся. Вести себя агрессивно глава района начинает после вопроса о расходовании бюджетных средств, которые должны были быть потрачены на строительство домов для погорельцев. Вы какого чёрта сюда приехали? Какого? Извините, что он? Вы давайте отсюда. Нет, нет. Я тебя ещё раз говорю. Подождите, Сергей... Ну, вы что делаете-то, Сергей Николаевич? Быстро отсюда, я сказал. Пацан стать красавчик, у старого жопы горит язык, заплетается, а журналист стоит на своём и спокойно задаёт вопросы. Ченоша, видимо, попался настолько тупой, что фразу «лучшая защита – это нападение» истолковал буквально. И вместо того, чтобы достойно ответить или хотя бы красиво съехать с темы, как это умеет делать его высшее начальство, кинулся с кулаками. Я бы хотел сказать, что заяц вопнули ногой под жопу, потому что видно, что человек выжил из ума и наверняка уже не может так ловко пилить бабло. Так нет же, он до сих пор при должности. Два в одном. И чиновник, и борец. Просто респект таким дедам. Мда. Кто я? Гурналист. А вы кто? Дедки, кто и баба с пистолетом? Девятое место. Старая шаманка. И судя по описанию, она пришла к соседке-сектантке. Просто какой-то хоррор, не иначе. Похоже, шаманка проводила обряд подрывания пердачины, ибо с какой еще целью можно колотить дверь в час ночи, как прокаженная, я ума не приложу. Остановить ее смог только лазерный луч оператора. Зеленый свет подействовал на старуху невероятным образом. Она как будто зависла на несколько десятков секунд. Я больше всего боялся, что еще мгновение шаманка развернется, испепелив пронзительным взглядом чувака, который снимал всю эту безовщину. Но нет, ведьма решила, что сейчас самое время танцевать. Помахав жопой перед дверью еще минуту, она наконец ушла, выдав концовке жуткий скример. Прикинь, увидеть такое чертило в полночь, и что у человека в голове? Восьмое место. Спортсменка-комсомолка, которая утверждает, что ее соседи конченые торчки и синяки, не дающие ей жития. Хотя она сама не до конца разобралась с этим вопросом. Наркоманы еще, наверное, наркоманы, колемся, наверное, еще, да? Только пьянка, вы только пьянка. А чего, а чего вы тогда наркоманами нас называете? Ну так да, у вас тут и все, и наркотики, и все. Что тут комментировать? Можно только пожалеть соседей. Ведь если человек с деменцией выберет себе врага, то травля будет продолжаться до тех пор, пока кого-то из них не вынесут вперед ногами. Вообще трое, и мальчик, и мальчик, у вас только пьянка. Далее. Такие моменты хочется сказать, крепитесь не только бедным соседям, но и обычным ментам, которым чуть ли не каждый день приходится общаться с такими вот отборными покемонами. Седьмое место. Актриса без Оскара. А еще без ключей, ведь опять-таки бабушке, боже мой одуванчику, попались просто демоны-соседи, которые отбирают у нее ключи от квартиры. Отдай ключи! Отдай ключи! Отдай ключи! Отдай ключи! Если верить описанию под видео, то Крикуха утверждает, что соседи также свиснули мыло, стиральный порошок и, внимание, 40 пар трусов. А ее дед, оказывается, когда был жив, с инопланетянами на балконе общался. В общем, будни проходят весело у всех жильцов подъезда. Тем, кто контуется по соседству, главное запастись берушами, ведь скример у этой бабки куда мощнее, чем у конкурентки с прошлого места. Ария называется «Когда купил новые кроссы и вступил в говно», альтернативное название «Когда дали по яйцам». Да, мы тут смеемся, ведь кто-то живет рядом с такими персонажами. Шестое место. Бабки против скейтеров. Да что? Что не так? Иди отсюда домой, к себе домой. Иди, не мать, не там свои, что у вас там стучит. Здесь собралась целая компашка-активиста, к которым, видите ли, помешали пацаны. Чем? Тем, что катались на досках и не где-нибудь, а под их себя темпадиком. Что-то мне подсказывает, что даже если будешь после 10 вечера скейтбордить, ни один здравый человек, кроме жильцов первого этажа с открытыми окнами, не скажешь, что звук колес создает дискомфорт. А тут кошелки начали кидать предъявы посреди бела дня. Домой, к себе домой, иди, не мать, не там свои, что у вас там стучит. Не хочу. Как это не хочешь? А нам, почему вы здесь? Иди домой, домой идите. А вы кто? А вы кто, чтобы мне указывать, куда мне идти? Особо активно еще и ментами принялась угрожать. Кого мы вызовем, и он вас поставит? Ну че, куда у нас поставил? Ну че, поставим. Смотришь на таких половных и боишься, чтобы самому на старости лет не стать вурдалаком. Вот кто им точно станет, так это этот мужик, который вышел из подъезда и начал качать права. Когда вот растешь до меня, да, и когда ты начнешь зарабатывать, тогда ты будешь прав, а пока ты не прав. Пока идите, ребята, катайтесь там, по-хорошему говорю. Ну красавчик че, утвердился за счет малолеток. Равный, как самая противная корга, которую хлебом не корми, дай только руками помахать. И что с ними всеми случается ближе к концу жизни? Накопленное за десятки лет говно наружу выходит? Мне в сыновья годишься, я тебе буду указывать, а ты еще не подошь, чтобы мне указывать. Потому что вы типа старше меня, а в притер-туре здесь никак не запрещено кататься, это просто двор. Пятое место. Золотая курочка. Кукарико! Я золотая курочка! Начинай, покиньте магазин, пожалуйста. Походу бабка словила флэшбэк с далекого детства, когда ей читали сказки и вживалась в роль злой курочки Рябы. Народ, я сенебра нету дома, они его забрали. Обещали гарнить, чужись бесплатно, они горнят. Фразу, кстати, можно будет заюзать, если отменят внедрение бесплатного питания для школьников. А пять лет назад вот эти бредни пришлось выслушивать посетителям и сотрудникам одного из магнитов. Это ж как, и самое интересное, что должно торкнуть, чтобы нести подобного колесицу? Может, пенсионерка пришла за грибами и по дурости старческой решила их взять на пробу в сыром виде? У меня просто нет других вариантов, зато я знаю точно, что она круто бы справилась с озвучкой куриц в детских мультиках. Главное базар фильтровать, а то малышня освоит лексикон, неподходящий по возрасту. Четвертое место. Народный министр иностранных дел. Бедный Обама, он уже черт знает, когда ушел с поста президента, а русские витязи по-прежнему его ненавидят. Мужик смог собрать волю в кулак и, хорошенько накатив, записал обращение к заклятому врагу России-матушке. Хочу, блядь, сказать этому ебаному Обаме нахуй. Ебаный, ебаный ты козел, мау, черножопый, блядь. Мало кто знает, но увидев этот ролик, Обама передумал повторно баллотироваться. Вот так должен общаться истинный глава МИДа с демонами во плоти. Пример Лаврову. Мне, блядь, хороший, блядь, человек, я его, сука, отдам деньги, чтоб тебе, сука, мозгу, блядь, пулю нахуй. Впрочем, от сильных слов народного дипломата жопой заерзал не только барок, но и жалкие европейцы. За Россию, сука, блядь, за Россию. Пи***ть Федоров нахуй, блядь, германцев, блядь, этих блядь, всех нахуй, за Россию. Неужели Вадяра может настолько сильно заруинить мозг, что этот мужик реально думает, что его обращение из Мохосранска дойдет до Обамы? Там, походу, уже с кабиной все, приехали. Зато мы хоть поржали нормально. Быдло, ты ебаная блядь. Третье место. Гроза котов. Расклад таков. Бабка стояла в переходе с котятами, мол, люди добрые, заберите, отдам хорошие руки. Оказалось, что животное на самом деле было ей до одного места. Не кормят, не поют, только зарабатывают на них. Но когда животное приходит в негодный вид, то они их выкидывают. А когда ребята реально захотели забрать кота, старушенция перешла в наступление. И в прямом смысле вцепилась в него. В смысле и в котенка зубами. Она пузила, пузила. Пузила, пузила. Старая говорит, что на самом деле это на нее напали и чуть ли не силой намеревались отобрать пушистиков. Даже если все было именно так, вопрос. Чего она зубами вцепилась в кота, а не скажем, в руки обидчика? Где логика? А ты попытайся ее найти, когда мозги усохли. При первичном осмотре у нас полностью конечность была отечная и была резко болезненная. Все будет нормально. Второе место. Кузнец Победы. Как верно подметили в комментах, ходят слухи, что трамвай до сих пор стоит, а бабка до сих пор делает Победу. Если Победу не делала, мы делали Победу. Конкретно этот ролик самый известный, но вообще краснодарская старуха стала героиней из десятка роликов, где она постоянно воняет про Победу, которую делала то ли в пять, то ли в семь лет. По всей видимости, атаковала немцев газами собственного организма, когда те врывались к ней в хату. Крайними в спорах оказываются все, кроме героини, даже другие бабки. Победу делали, а ты гавкаешь, сидишь. Сама ты гавкаешь на тебя. Таким мы не делаем победу. Ну, у тебя чудо. Горгай, как тот почтальон Печкин, удостоверение Министерства обороны есть, но показывать его принципиально не хочет. Документы Министерства обороны. Вы покажите свой документ. Вы покажите свой документ. Документ покажите. Нам всем покажите его. Не покажу. Да я и за вас на автопу запасываю, не нормальная. Так это вот ненормальный. А он при чем? Тут он работает. Он не работает. Он 85 лет какая у вас. Это не работа. Такого пи***раца еще в Краснодаре не было. Так ведь и платить за себя не позволяет, и поэтому задерживает народ в транспорте. Ну представь, тебе ехать надо, ты опаздываешь, а из-за какой-то клячи приходится терять время. Вы за меня платите? Нет. Возьмите. Мы уже и за вас опаздывали. Потому что ты пи***рас. Да все, я уже июю. Ну все. Если я доживу до эпохи киберпанка, то первой функцией, которой воспользуюсь, станет возможность мазать в кабину через экран. А такой псевдо ведь и раньше у любого зрителя жопа загорится, не говоря уже об окружающих. Не хочешь ни платить, ни денег, ни чужие брать, ничего. Это не запасывай. Вы нарежь на них трамвай. И первое место. Жирик воплощает мечту. Начинали с Ченуши, Ченуши и закончим. Только этот будет позначимее, да и постарше. Владимиру Вольфовичу как-никак уже прилично за 70. Вот он, видимо, и решил на старости лет самостоятельно приблизить исполнение давней мечты, раз Путин не решается. Боже, царя храни. Короче, да, председатель ЛДПР месяц назад, проворачивая свой заезженный фокус с раздачей бабла челяди, решил не подбирать выражения и вернул 19 век. По крайней мере на словах. Девалиды, дядь, отходи. То есть, сироты. Где? Крепостные, холопы. А еще команду таки барин, чтобы нищие знали, как себя вести. Тихо, мол, взяли и ушли. А народу нравится. Народ вяжет от счастья. Хозяин штуку всучил и всего лишь назвал холопами и крепостными. Даже удары плетью не выписал. С одной стороны, думаешь, что жирик реально поехал кукухой, потому что даже при всем его клоунском образе не понимаешь, как такое можно говорить о своих потенциальных избирателях. Даже не с моральной, а чисто с логической точки зрения. Ты же их прямым текстом обосрал, как они за тебя будут голосовать. А с другой понимаешь, что да, Вольфович творит полнейший трэш, но старушенцы довольны, орут от счастья. Ну а раз они ведут себя подобным образом, значит, поехавших пенсионеров осталось еще очень и очень много. Так что сегодня ты увидел второй, но скорее всего, не последний выпуск. А, блядь, нужно, насколько человек способен хорошо работать, ответственный, энергичный, подлиннее члена, б***ь, тем больше член тут дурак, б***ь, он ничего больше не может делать. Быть может мы забыли о еще более трэшовых бабульках и детках? Тогда пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВК, ведь там мы постоянно вместе общаемся, проводим голосование по новым темам и верем над угарными мемчиками. Субтитры делал DimaTorzok